Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, собственно говоря, уже и приехали. Вот уже начинаются пробки. Не только мы, как говорится, отъехали от города Москва. И уже стоим в пробках. Поэтому не знаю, через сколько мы доберемся. Дай бог к ужину. Но зато он будет праздничным. Попробуйте уже. И еще. В этот раз мы так подумали с Заюшкой, что информации про красивый, великий древний город Суздаль в Ютубе, да и вообще, уже и так много. В частности, у меня тоже есть ролики, посвященные Суздалю. Так что, если будет интересно, заглядывайте. А в этот раз мы решили заснять те места, куда мы будем заходить, гуляя по Суздулю. Где будем сидеть, отдыхать, выпивать. Так, вкусовать. Да, попробуем передать вам наше впечатление об этих местах. И, может быть, эта информация вам пригодится в дальнейшем при выборе, где остановиться, где перекусить, отдохнуть. Так что, будем надеяться, что этот ролик будет для вас полезен. И интересен. Итак, в этот раз мы в Суздале разместились в Николаевском посаде. Это считается одна из хороших гостиниц в Суздале. Вот, разместились, причем в бюджетном номере за 11700 за две ночи. Что из себя представляет бюджетный номер? То есть, вот такая немаленькая комнатка, на мой взгляд. Причем, даже три кровати. Одну будем сдавать, да, Занька? Кому-нибудь. Вот, может быть, из-за того, что бюджетный, что вот такое маленькое окошечко. Не знаю. Все остальное, на мой взгляд, вот все, что нужно, все есть. Чайник, вода. Там в коридоре есть колер с водой. Есть телевизор, есть чай, кофе, холодильник. Также есть тапочки. В душевой есть халаты. Есть все принадлежности ванны. Зубная щетка, мыло, гель. В общем, все, что нужно, все имеется. И плюс еще в эту стоимость входит завтрак. Очень хороший завтрак. Большой выбор очень так. Есть, где разгуляться. Есть бассейн, тренажерный зал. И все это входит в стоимость. В общем, мы, Заяшка, считаем, что это хороший вариант. Да, вполне достойный. А сэкономленные деньги... Сейчас проедим, пропьем. Да, проедим и пропьем. Вот как? Вот в таком домике мы живем. Находится отель рядышком с Пасово-Ефиминским монастырем. Двух шага. Мы с Заюшкой шли гуляли. И вот увидели такой вот красивый ресторан. Местечко называется Огурец. Ну, естественно, пройти такое мимо невозможно. Очень симпатичный такой вот. Да, да, да. Молодой человек заживает. Ты смотри, не заглядывайся. Видишь, заглядывайся. Симпатичный у него какой-то. Пойдем посмотрим. Настойка, огурчик. Да, да. Как не зайти после этого? Написано ресторан. О, фермерская лавка, кофейня. В общем, нам туда дорога. Мы всегда, когда бываем в таких вот исконно русских городах, всегда хочется попробовать вот что-то такое русское. Вот сейчас мы зашли пообедать. И нам захотелось сморозиться, захотелось настоечки. Вот мы такие, я себе заказала облепиховую настоечку. А супруг такую на имбире, имбирная, имбирно-лимонная такая настоечка. Ну и, конечно, борща и под борщок сала. Нашего русского сала с вородинским хлебушком. Вот-вот мы сейчас будем так трапезничать. Все очень аппетитно смотрится. И сморозится лучше, закусочки не найдешь. Зайка всегда так аппетитно кушает, что хочешь не хочешь, сразу вырождается, аппетит появляется. И на самом деле действительно вкусно. А вот еще принесли какой-то, что-то типа жульенчика. Что это такое? Язык. Какой-то язык в сливочном соусе, Зайка заказала. Говорит, что-то типа жульенчика, не знаю, что там, как там. Вообще вкусненько, классненько. Особенно порадовала такая вот тарелочка с салом. Копченая и простоя. Ну, простоя, мне кажется, выигрывает. Ой, вкусненько, хорошо. Так, ну что там, Зайка вышла по стоимости? Так, по стоимости у нас, ой, ну, еда у нас вышла на 1600 рублей. Вот, здесь два разных чеха, они что-то разделяют. А на стоечки наши, ну, тут за три на стоечки, я не удержалась. Взяла еще одну облепиховую на стоечку, уж больно невкусную. Я же решила с собой бутылочку купить. Вот, за на стоечки мы заплатили 360 рублей. Ну, то есть, вот на 2000 мы так вот пообедали. А с Сафаной меньше стоит еще? Бутылочка, да, 05 бутылочка. Нет, 1200, облепиховая 1200 стоит бутылочка, да. Ну, очень вкусная, очень учитывая. Все будет, вот, просто рекомендую попробовать. Просто я в Суздале часто бываю, но что-то вот такую на стоечку вкусную я вот здесь еще не пробовала. Очень вкусную. Мне кажется, нормальный чек идет? 1600? Не, ну, он выше среднего, конечно, чек. Подешевле можно здесь в Суздале. Ну, здесь, если честно, очень, все очень вкусно. Очень вкусно, достойно. Вот язык под сливочным соусом оказался просто какой-то прям необыкновенный, очень вкусный, да, мам. А сейчас мы пойдем дальше? Пойдем дальше, да. Ребяточки, ну, в общем, побывали мы вот в этом чудесном месте огурец. Нам очень понравилось. Да, стали мы тоже огурцами свежими. Действительно, очень приятное, хорошее местечко. Причем оно здесь разбито на ресторан и кофейню. Вот мы зашли в ресторан, места уже не было. То есть популярностью пользуются, да. И мы, нам предложили сесть в кофейню. Якобы меню то же самое. Ну, действительно, нам понравилось. Вкусно. Вкусно. Подача очень нехорошая. Да, и очень-очень так уютненько. Все очень быстро, кстати. Да, да, кстати, да. Мы совсем мало ждали, очень быстро все, действительно. Вот, очень отзывчивые девочки, персонал. В общем, так всем шустро, мило, добро. Рекомендуем. Он находится рядом со Спасо-Ефимийским монастырем. Да, 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 вот как раз вот оттуда мы шли и зашли, не удержавшись. Так что, а сейчас идем дальше. Клен готов. Мы сейчас с Заюшкой направляемся в одно из популярных мест в Суздаре. Это дегустационный такой вот зал, где можно попробовать несколько видов медоухи. Сейчас испробуем. Вот такая красота на улице. Так, и вот, собственно говоря, заходим. Пойдем попробуем. Мы с Заюшкой пришли в дегустационный зал, где можно испробовать несколько видов медоухи. Здесь есть вот такая подсказочка. Здесь расписаны сорта меда и медоухи, да. И порядок, как они идут. Сейчас попробуем. Слева направо. Слева направо. В общем, Зайка будет руководить, потому что она самая трезвая. Вот. И здесь еще даются вот такие вот, как она, смородим, да? Это черная рябина. Черная рябина. Черная рябина. Капустка квашеная. Чтобы после выпеки каждой, да, чтобы немножечко взбить. Ну, как говорится, надеясь дожить до вечера. И снова здрасте. Ты закусываешь? Да. Ты закусываешь? Я закусываю. Хотя не вижу в этом смысла. Ну ладно, ты тоже. Да, здесь вот, кстати, есть еще один момент, что приезжая в Суздаль, вы не знаете, какую взять медоуху, потому что вариантов очень много, сортов много. Вот как раз вариант попробовать и определиться, какую взять с собой на память. Я это еще пробовала. Скажу честно, это оказался очень тяжелый труд. Не так просто одолеть все это. Будем здравым. Здорово. Здорово. Замечательно. Нет. Конечно, вот сюда надо прийти, не торопясь, потихонечку, не спеша сесть. Не просто быстренько так напробоваться, да? А посидеть, посмарковать. Будем здраво, Боярой. Нет, я вот могу резюмировать. Нет, я вот могу резюмирую. Мне больше всего понравился с липовым цветом. Вот резюмирую. Больше всего. Вот мне тоже кажется. Я бы еще брала. Это липовый и смелевый. Смелевый. Вот этот самый забыл. Нет, а, слушай, а вот этот смятый я вспомнил. Да, это смятый. Вот, мне вот он понравился. Мне понравился. Но если вот, ну, это три, значит, липовый, один смелевый, один смятый. Вот самый гад. Вот. Больше всего понравилось. Слушайте, ну, в принципе, у нас сошлись. Больше всего в плане, да. Хотя бы... Самый на первом месте у меня все-таки с липовым цветом. Липовый. Да. Очень вкусный. Как прям он вкусный. Просто вкусный. А у меня на первом месте все. А вообще, да, очень так душевно. Очень интересное место, очень интересный аттракцион. Да. Вот. И действительно вкусно. И плюс анкураж. И я, конечно, все пила до конца. Я хватила, чтобы на слабеньке поместись. Такой. Вот сейчас так удачники зашли. Так что будет возможность, заходите. Не пожалеете. И плюс в пользу для дела определитесь, выберите, какой в дальнейшем себе покупать. О, не хорошее дело. Попить медомышечки, подречься. Здорово. Ну что, на пассажок. Давай. Вот выходит красавица после дегустации. Ну как, надегустировалась, заинька. Красотка. Красотка. Ой, душевника. Единственное, только вот, конечно, погода немножечко сменилась. Пока, когда заходили, было солнце, да? А сейчас вот налетели облака. Пошел снежочек. Но все равно хорошо. Красиво. Так, ну что, мы узнали, что в нашем отеле есть такой ресторан театральный. И вся прелесть его в том, что у него, как бы, веранда стеклянная. Сейчас пойдем посмотрим, что там за стеклянная веранда. Смотровые окна. Да, смотровые окна. Вот мы сейчас вышли на территорию. Вот не знаю, видно, не видно. Вот так все подсвечивается. Вот люди до сих пор приезжают, уже вечер. Вот такая вот красивая вечером обстановка. Очень красиво. Все горит. Да, Заняка? Да, очень симпатичненько. Вообще, конечно, надо отметить, что отель очень уютный. Действительно, попадаешь в какую-то атмосферу прошлого. Какая-то такая купеческая. Да, такой купеческий двор, да? Наверное. В общем, классно, здорово. Ох ты, смотрите, как встречают вот такие вот герои. У нас интересные. Самый главный герой стоит. И это Зайенькин. Знаете, вот такой вот зал красивый. Действительно, с открытыми, панорамными окнами. Классными. А мы, чтобы не уголочек? Давай в уголочек, чтобы никто не уволочил. Вообще, конечно, наверное, присообразней в этот ресторан ходить, когда светло. Когда действительно видно небо. Вечером непонятно, что это панорамные окна. Не создается того впечатления. Что, мы с Заюшкой вот заказали. Я себе заказал, как он правильно называется, имперский салат. Мне очень понравилось его название. Но, по сути, это получается Цезарь. Цезарь, но название было очень красивое. Имперский. Звучит гордо. Вот так вот он выглядит. Я традиционный цезарь, в результате, греческий заказала. А Заюшка что-то заказала? Традиционный греческий салат. Ага. Я овощи люблю. Заюшка овощи ед. Так вот. Сидит, такая романтично-задумчивая. В результате, вот нам принесли горячие блюда. Мне принесли мои карбонара. А Заюшке принесли сковородочку. И она прям шипит там, глокочет. Аппетитненько. Аппетитненько. И шум идет прям, вот как будто она готовится на плите. Дашка, ну как, баранинка твоя? Очень вкусно. Напомнила Турцию. Их такое вот фирменное блюдо. Нам очень нравится. Сач-эф-кавурман называется. Легювеч. Где тушеный мясо с овощами туда. Вот чем-то напомнило. Такой запах повеяло. Очень вкусное мясо. Мягкое, сочное. Вкусненькое. Хорошо приготовлено. Я тоже попробовал свое блюдо. Карбонара. Вы знаете, на самом деле, с виду, вот казалось бы, что здесь все плавает в какой-то жиже. И, может быть, это не очень хорошо по виду смотрится. Но на самом деле, это такой обалденный соус. И здесь так много сыра. В общем, это получилось очень вкусно. Я прям сижу в восторге в полном. Так понимаю, что Зайка тоже утопает в своей сковородочке. Да, так что да. Готовят неплохо. Да, да, да. Так что... Да, ну что-то вначале как-то немножечко... Скептически отнеслись. Приобрели, да. Какое-то скудное у них немножко меню. Но то, что мы заказали, оказалось, вот очень вкусно приготовленное. Блюда отвечают. Так что нет, здорово. Здорово. Ну что, к вопросу о том, что вкусно это или невкусно, вот наш ответ. Так, ну, по ценнику у нас получилось, ну, это с алкоголем, потому что я брала бокал вина красного, испанского. У нас получилось 2,830. 2,830. Ну, как говорится, вышли из ресторана с чувством удовлетворенности, сытости, причем очень большой сытости. Хорошие порции, крупные, большие. Вкусно, очень вкусно. Ну, а мы пойдем немножко прогуляемся после такого ужина. Вечернего создали. Да. Да. Ну, вот мы с Заяенькой поужинав в нашем ресторанчике, в ресторане нашего отеля пошли прогуляться и после прогулочки не смогли пройти мимо вот еще одного ресторана. Он называется, как он? Графин. Графин. Мы днем еще проходили мимо него, такой интересный антураж, и решили зайти сейчас попить чайку. Так что, пойдемте попробуем. Вот так он выглядит днем. И находится он рядом со Спасо-Ефиминским монастырем. В общем, зашли мы с Заюшкой все-таки вот этот ресторанчик. Атмосфера, конечно, шикарная. Просто погружаешься... Очень уютненько. Да, погружаешься в какой-то такой действительно старый... То есть мы находимся, в принципе, в каком-то старом доме. То есть когда-то здесь вот жили, прям чувствуется такая жизнь в этом доме. Вот. Интересно. Да-да-да. Очень много интересных вещей вокруг нас окружают. Нам принесли вот такой вот чай с облепихой и имбирем. Сейчас еще принесем десертики. И после прохладной прогулки мы согреемся и растворимся в этом кайфе. Вот. Один уже растворился. Вот. На самом деле, здесь прям по дому ходят, бегают кошки. Такие очень милые. Сейчас, если попадется... Вот. Там какие-то клетки по всей местности, птички или еще какие-то... Неудобно через... Это столик у нас тут, да? Да-да-да. Обычно вот так вот. Овальный такой вот, симпатичный. Классно. Столик, да. Так. Ну вот нам принесли и десертики. Такие вот красивые на вид. Надеюсь, что и вкусные. Сейчас попробуем. Первое. Ну-ка, вкусно? Да, ничего так. Ну, панакотта вкуснее. Это не панакотта, это... Не знаю, какой это такой оболочный жреб. Ну, с чаем, я думаю. Ну, оно зато... Вот я чувствую, что оно не такое калорийное. Панакотта вот, оно на сливках калорийное. А это легкое такое. Купика. Ну что, остается попробовать десертик мне. Во-первых, конечно, хочется попробовать чай. Потому что название облепиха с имбирем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сумасшедший чай. Сумасшедший чай. Так, что у меня тут? Сметанный торт. Сметанный торт. Сметаны нету. Если бы было интересно, неужели там куча сметаны будет? Почему сметанный? Нет, ну, на сметане. Да? По вкусу он такой, знаешь, что-то творожное. Больше похоже. Какая-то такая творожная. На чизкейк похожа. Вот, Зайка, подсказывает, что это чизкейк. В общем, вкусненько, классненько. Еще с таким чаем. Замечательно. С таким вот видом. Красота. Ну, Зайка, что там по стойке получилось? Так, по стойке у нас получилось 1080. Но, если честно, дороговато. Чаевка, пирожные такие здесь вот. Дорогое заведение. Так вкусненько, конечно. В общем, за антураж приходится платить, скажем так, в данном случае. Хотя посидели бы классно. Заведение очень уютное, здоровское. И, в принципе, очень вкусное. Я не знаю, как пирожные нет, но десерт, наверное, десерт. Поэтому смотрите на свое усмотрение. А так здорово, классно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!